Друзья, приветствую всех! Добро пожаловать в новогоднее видео. Каждый год я записываю вот такое вот видео, домашнее, и подвожу итоги года. Также я выложил на канале по финансам финансовые итоги года. Там я рассказал, сколько я в общем заработал на инвестициях, сколько я заработал в этом году на инвестициях, сколько я заработал на крипте, на IPO. То переходите на канал по финансам, первая ссылка в описании. Смотрите финансовые итоги и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Итак, каким был для меня этот год? Ну не только для меня, да? Как у нас там президенты говорят, этот год был сложным. Этот год был интересным и он многому нас научил, да? Даже с этой ситуацией, с пандемией я многое переосмыслил. Я думаю, вы тоже. Плюс, знаете, я учу замечать каждые мелочи и учиться. Сам учусь на этих мелочах. Вот даже взять такую мелочь, как меню в ресторанах. Уже по QR-коду, да? Уже нету этих меню. Ну, в некоторых ресторанах есть. А теперь все по QR-коду. Нужно сканировать, нету интернета, тебя не туда перекидывает. Мне, конечно же, это не нравится, но смотрите, куда движется мир, да? Оцифровка. Полнейшая идет оцифровка. Уже меню в электронном формате. И чтобы заработать деньги, куда нужно инвестировать? В цифровой мир. В цифровой мир. То есть нужно идти в ногу со временем. Подходишь на кассу, а там стоит чувак, рассчитывается кольцом. У него кольцо, он рассчитался кольцом. Вот куда движется мир. И вы от этого, ну, не знаю, никуда не денетесь. Нужно идти в ногу со временем, потому что вы будете тупеть. Мир настолько быстро развивается, что вот мы тупеем. И вот я даже чувствую, что я отстаю. И я вспоминаю, да, своих родителей, которые не могут там на телефоне ничего сделать. И я себе думаю, блин, это я буду таким же, да, для своих детей. Я буду жестко тупить, а они мне будут говорить, папа, папа, ты что, блин, тут же все просто. А я буду тупить, потому что я, да, с другого поколения. Знаете, я буду здесь много говорить. Здесь не будет какой-то отдельной, конкретной темы. Так что кому не интересно, просто переключитесь. Я буду обо всем говорить, о своих наблюдениях. В этот раз, кстати, я записываю видео не на фоне елки, потому что там дурдом. Все готовятся, все бегают. Плюс еще это собака. Но елку я вам свою покажу. У меня такая же елка. Елка в деньгах. Я такие темы все выкладываю в инсте. Переходите в мою инсту. Там очень много интересного всего, мотивационного. А вообще, кто недавно со мной познакомился, по моей концепции. Окружаете себя всем самым-самым лучшим. Всем самым ярким, всем самым красивым. Чтобы притягивать это в свою жизнь. Это очень просто. Окружаешь себя хорошим. Но ты же все время находишься в хорошем, ярком. И это войдет в твою жизнь. Понимаете, если ты окружаешь себя дерьмом, в твою жизнь войдет дерьмо. Блин, ребята, это просто, просто понять. Это просто истина. Вы сами проанализируйте. И вот моя философия такая, да. У меня елка в деньгах. У меня там красивые, яркие фотографии. Я всегда хотел такой жизни. И когда я не мог себе это позволить, да. Я расклеивал там картинки красивой жизни. Я вырезал доллары, распечатал на принтере доллары. Потому что, ну, не было настоящих. И расклеил эти доллары по квартире. На потолке. У меня везде они висели. На двери. Было, конечно же, смешно и тупо. Друзья меня не понимали. Когда у меня две тысячи долларов висело. И они говорят, что это за херня? Я говорю, я хочу зарабатывать две тысячи долларов в месяц. И они такие, ну что, зарабатываешь, зарабатываешь. А я тогда не зарабатывал там. Триста баков зарабатывал. Но у меня висела эта цель на потолке. Это в Харькове было. Кстати, у меня есть эти доллары. Я вот распаковал сумку. Она была в гараже с Харькова. Родители моей жены привезли эту сумку. И вот там я нашел эти доллары. Они для меня оказались такими дорогими. Дороже, чем обычные доллары. Может, в будущем я продам там одну купюру за сто тысяч. Вот они, ребята. Видите, такие уже все потасканные. Черно-белые. Цветной краски не было. Печатать было дорого. Поэтому мы с женой на принтере распечатали. И сидели вырезали. Блин, это история. Это история. Знаете, чем пахнут? Благодарностью. Пахнут благодарностью. Итак, как я отмечаю Новый год? Как я духовно отмечаю Новый год? Вот еще раз об этом расскажу. В каждом новогоднем видео я это рассказываю. Я ставлю цели. Я благодарю и ставлю цели. 10 целей. Не 200 целей. Не 100 там, как Оскар Хартман. Вот. А 10 целей. 10 глобальных целей. И то я поставил в том году 10 целей, а выполнил только там 4 цели. Только 4. Я ставлю такие глобальные цели. Там 2 миллиона подписчиков. Написать книгу. Я эти цели не выполнил. Но я счастлив. Я не выполнил эти цели. Но у меня есть видение. Оно сохраняется. Я закрыл много крутых целей. Самая главная цель была это перейти на уровень выше. Это свадьба. Дальше. Такая глобальная цель. Запустить свой продукт. Я запустил свой продукт. В этом году. И я безумно благодарен вам за ту поддержку. Я не ожидал такой поддержки. Я не ожидал такого ажиотажа. Вот в эти дни столько людей к нам присоединилось. Ну я просто такого не ожидал реально. Огромное вам спасибо за поддержку. Я очень стараюсь. Это мой продукт. Это мое дело. И я просто отдаюсь этому делу. Перейдите в открытый канал. Вторая ссылка в описании. Посмотрите там отзывы людей. Прослушайте голосовые сообщения. Я безумно рад, что я могу помочь такому количеству людей. И вот когда мы общаемся с ребятами в закрытом канале. Там не только у меня спрашивают про инвестиции. Мы там общаемся на личные темы. На тему здоровья. На тему отношений. На тему любви. У многих ребят сложный период. И я стараюсь как могу. Помогаю. И мне очень приятно, что люди это ценят. Я, кстати, в этом году поставил себе такое напоминание. Каждый день помочь нужно трем людям. Трем. Обязательно. Обязательно просто. Просто есть такие дни, когда у меня вообще нет времени. Но я все равно должен помочь трем людям. Я могу в день ответить на 50 сообщений. И то я отвечаю долго. Потому что я думаю, записываю голосовое на 5 минут. Но есть такие дни, когда я очень занят. Я все равно ставлю себе такую цель. Вы можете тоже поставить себе такую цель. Каждый день там помочь одному человеку. Вы представляете, как изменится мир? Как мы изменим мир? Просто там дать, не знаю, 50 рублей там бабушке. Вот. Просто вот такая вот цель. Или там кому-то помочь. Советом. Не важно. Просто помочь. Но чтобы не было такого дня, чтобы вы никому не помогли. Еще я себе поставил такое напоминание. Учить три слова. Каждый день учить три слова. На английском языке. Опять же, это моя философия. Постоянство усилий. Вы представляете, как вы продвинетесь? Даже по одному слову в день. Реально, по одному слову в день. За год. 365 слов. Помогать одному человеку в день. Одному всего лишь человеку в день. И за год в вашем списке будет, да, там, 300 человек. Вот представляете? Как можно изменить мир? И это не тяжело. Не тяжело. Каждый день маленький шаг. Каждый день маленький шаг. Это такая простая истина. Простейшая истина. И что вы думаете? Ну, вообще. Единицы ей следуют. Единицы. Даже вот те люди, с которыми я общаюсь. Даже мои друзья. Они не следуют. Они вообще не следуют этому. В финансовом плане. Говорю. По одному доллару. По одному доллару в день. Блин, у меня нет денег. Ну, как это у тебя не денег? У тебя вот на прошлой неделе, говорю, было 100 долларов. 100 долларов. И ты не можешь один сраный доллар отложить. Один доллар. Да, один доллар это фигня. Ну, вот фигня. У тебя нет денег. А за год это 365 баксов. Просто. Они у тебя есть. А так у тебя их нет. Ты отложил доллар, он у тебя есть. А так у тебя его нет. Да, не важно. Это мало. Но так у тебя вообще ноль. Лучше мало, чем ноль. Лучше 2 доллара, чем ноль. И люди этому не следуют. И все. Это простейший совет. Тарас, помоги. Да вот, вот. Помощь моя. Совет. Просто. Применяй. Я не смогу помочь тебе, если ты сам себе не поможешь. Не смогу. Я не смогу за тебя отложить доллар. Не смогу. Ты должен это сделать. Вот такие вот, ребята, простые истины. Итак, возвращаюсь к своим целям. Опять в этом году я буду ставить 10 целей. Опять в этом году я напишу эти цели в Инстаграме. Обязательно подписывайтесь, кому это интересно. Вот. Все ссылки на мои проекты, на мои соцсети в описании. Опять я поставлю цель написать книгу. Может, в этом году я созрею. Вот. Я вам уже говорил, что есть такие времена, вот, когда просто это берешь и делаешь. То есть ты к этому готов. Все. Ты можешь ставить цели, но как бы ты к этому не готов. Вот. Есть у меня такое внутреннее чувство, вот, когда ты готов и когда ты не готов. И вот когда ты готов, ты просто берешь и с легкостью это делаешь. Просто берешь, например, садишься и открываешь счет. Раньше я долго к этому шел, например, к тем же инвестициям. Очень долго к этому шел. А потом вот пришло время, я к этому готов, я созрел, я беру и начинаю инвестировать. Так же и с книгой. Вот когда я созрею, я напишу книгу, но я все равно напишу такую цель и буду к этой цели стремиться. Так же я хотел записать песню. И я выпустил две песни в этом году. Две песни, душевные песни. Ну, одну свадебную, одну душевную, можно сказать. Эти песни есть на канале. Ссылки я тоже оставлю в описании. Я клип сам смонтировал. Я хотел сам сделать, сам. Не нанять там кого-то, а сам, чтобы это было с душой. Потому что я могу пройтись по своей истории, взять нужные кадры. Именно те кадры, которые я хочу показать людям. Вот у меня такая концепция. Я все делаю с душой. Я сижу, сам монтирую. Да, я могу уже нанимать. Да, блин, вообще вот так вот могу всех нанять. И мне все будут делать. Но это не то. Я потеряю вот эту вот нотку. Я знаю, что, где уместно сказать. Какую информацию нужно сказать. Да, что я хочу донести. А при монтаже, ну, какую-то там часть могут убрать. Да, которая важна для меня. Так же, как мы монтировали свадьбу. Там были моменты, которые очень важны. А вот ребята посчитали, ну, это нафиг не надо. Тут свадьба вообще. Зачем ты про это говоришь? А для меня это важно. Я хочу этим поделиться. Я хочу рассказать о своих переживаниях, о своих воспоминаниях. Для меня это важно. Вот. И поэтому я сам, блин, монтирую. Я сам делаю нарезки, присылаю материалы, рассказываю, что нужно делать, да, когда там монтировали свадьбу. То есть, вот я привык в этот процесс прям вливаться с душой. Ну, так я устроен. И, кстати, это очень помогает в бизнесе, это помогает в жизни. Потому что ты этим живешь, ты этим горишь, тебе это нравится. Что еще произошло интересного у меня в этом году? Ну, я начал делать ремонт мечты. И я хочу создать дом своей мечты. Не дом, пока квартиру. Хочу создать квартиру своей мечты и хочу создать дом своей мечты. Это не эта квартира. Новая квартира, которую я делаю тоже. Опять же, вливаюсь в процесс, максимально стараюсь. Потому что, ну, это для меня. Я хочу, чтобы там было так, так и так. Я хочу, чтобы там были такие функции, такие цвета, да, такая мебель. То есть, я ко всем таким процессам подхожу с душой, да. От этого нужно кайфовать. Это же для тебя. Это твое дело. Тебе там жить, там, это твой продукт, мой курс, мой закрытый канал. Это твое дело. Старайся на максимум. Это мои видео, поэтому я стараюсь делать видео. Вот это видео, там, посмотрят, там, 50 тысяч человек. Оно изменит, может быть, чью-то жизнь. Может, какая-то мысль кому-то поможет. И это важно, да. Это видео не коммерческое. Я на этом видео не зарабатываю. Я просто делюсь, потому что есть высшие цели. Есть не просто деньги, есть высшие цели. Я мог бы этого не делать. Я мог бы, опять же, нанять там команду. Мне бы делали там качественные, крутые ролики. Даже без моего участия. Но я беру камеру и снимаю, потому что я хочу этим поделиться. Хочу, чтобы кто-то что-то осознал и поделился этим с другим. Только так мы изменим мир. Каждый, 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 каждый там передает эти знания. И мы делаем мир лучше. Так, что еще нового? Я сдал на капитана. Я получил лицензию капитана, научился управлять яхтой. Я в этом году покатался на спортивных тачках. До этого я ни разу не ездил на спортивных тачках. Ну, на крутых тачках. Вот на ламбе. Я ни разу не ездил на ламбе. Я вот закрыл эту мечту. Вот. Что еще мы сделали? Стикеры мне сделали, ребята, кстати. Я ссылку тоже оставлю в описании. Мои стикеры в телегу, в вайбер. Скачивайте. Кидайте там всем. Прикольные сделали стикеры. Все в моем стиле. Там благодарочка. Все там, короче, есть. Ну, короче, посмотрите. Было, конечно же, в этом году много неприятных ситуаций. Были предательства. Были наезды. Там много под меня там копали, ребята. Но где эти ребята, да? Я уже говорил, они приходят и уходят. Если вы топите, если вы несете пользу, если вы гнете свою линию, вы двигаетесь дальше, дальше, дальше. А всякие завистники, хейтеры, они приходят и уходят. Пришли, насрали, ушли. Еще раз пришли. Еще будут приходить много раз, много раз. Но если вы за пользу, если вы несете ценность, если вы будете гнуть свою линию, всегда будете следовать своей философии, всегда будете следовать своей концепции, вы всегда будете идти дальше, идти вперед и оставлять всех этих завистников, всех этих мудаков позади. И я вообще ни о чем не жалею. Я безумно благодарен судьбе за те уроки. Нету ошибок. Только уроки. Я очень многому научился. Я очень многое осознал. Я очень помудрел за этот год. Может быть, немного лучше стал общаться на камеру. И люди это видят. Посмотрите, мои первые видео, как я там вообще общался. Просто, блин, настолько смешно это мне сейчас смотреть, каким я был. Но это круто, потому что люди видят рост. Я расту. Это важно. Если вы не растете, если нету разницы, вот вы год назад и вы сейчас, если нету разницы, это плохо. Вы деградируете. На месте стоять нельзя. Вы либо идете вверх, либо деградируете. Все. Третьего не дано. Еще в этом году я закрыл большую цель. Миллион подписчиков. Миллион подписчиков. А начинался этот канал. Я уже говорил. С трех подписчиков. С одного видео. Больше 500 видео на канале. Представляете? 500 видео. Вы представляете, сколько это работы? Постоянство усилий. Сколько это работы? А начинался канал, как и все каналы. Три подписчика. Я вам уже говорил. Я сам зашел, подписался. С других каналов на себя. Вот. С первого видео начался там этот канал. Потом второе. Потом третье. Так все начинают. Все начинают. Маленький шаг. Маленький шаг. Маленький шаг. Маленький шаг. Прошло там 4 года. И у тебя уже 500, блин, видео. Всему свое время. К вам придут большие деньги со временем. Вы должны к этому быть готовы. Готовы. Кстати, вот мне люди пишут, как найти себя. Я говорю, нельзя себя найти. Себя нужно создавать. Себя нужно создавать. Шаг за шагом. Я не могу найти там свое дело. Я туда пошел, туда пошел. Не найдешь. Если вот здесь пусто. Если ты себя не создаешь. Ты себя не создаешь. Ты просто ищешь. Ты будешь всю жизнь в поисках. Всю жизнь. Создавай себя. Каждый день улучшай. Прокачивай. Читай. Там откладывай. Каждый день прокачивай. Каждый день. Каждый день. Каждый день. За год. Ты настолько прокачаешься, что твой мозг будет генерировать новые мысли. И ты будешь по-другому действовать. По-другому действовать. Ты будешь по-другому искать дело. По-другому. Но если ты не будешь расти. Если ты не будешь создавать себя. вот здесь будет пусто ты можешь всю жизнь искать ты ничего не найдешь создавайте себя шаг за шагом шаг за шагом практика 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 вы думаете я умел разговаривать я не умел разговаривать я русского языка не знал и сейчас плохо знаю но практика 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 столько времени снимать видео конечно же я буду расти столько времени читать конечно же я буду расти, конечно же, я буду умнеть. Я же делаю это каждый день, каждый день, каждый день. Опять же, постоянство усилий, шаг за шагом. Ну все просто. Берите и делайте. Главное не останавливаться. Итак, давайте перейдем к благодарностям. В каждом новогоднем видео я всех благодарю. Благодарю вас. Благодарю вас за то, что вы со мной. Благодарю вас за ту поддержку. Это самое ценное. Самое ценное. Когда вы мне пишете вот такие вот текста, на почту, там, в телегу, ну я просто офигеваю. Люди делятся историей. Люди прям расписывают всю свою историю, всю свою биографию. Просто хотят поделиться. Просто хотят спросить совет. Блин, это мне очень приятно. Благодарен я судьбе, благодарен я ютубу. Очень много удалось в этом году заработать. Хорошо скажу о заработках. На инвестициях очень много удалось заработать. Я не ожидал. То есть просто вложил деньги и заработал. просто вложил и заработал. Представляете? Я не создавал бизнес. Я там не нанимал людей. Я там ничего по сути не делал. Я просто взял деньги и вложил. Понимаете, как это круто? Ты просто взял, положил, и они увеличились. Да, можно потерять, но они увеличились. Увеличились. За все время на инвестициях я заработал четвертую часть от миллиона. Можно сказать. Почти, почти четвертую часть от миллиона. Это только на инвестициях. Представляете? Только на инвестициях с августа 19 года. С августа 19. Четвертую часть от миллиона 250 тысяч долларов просто вот просто вложил и все я говорю жалею ну можно сказать да что я жалею лишь об одном что раньше не начал что раньше не начал инвестировать и все кто инвестировали со мной там тот же bitcoin в тоже золото когда еще снимал видео в девятнадцатом году в этом году я не покупал криптовалюту вообще не покупал криптовалюту и заработал он 200 процентов все кто проинвестировали со мной сейчас все в плюсе все в огромном плюсе и мне тоже приятно что вы придерживаетесь моей концепции инвестируйте в долгую вы не мечетесь у вас есть терпение вы проинвестировали и получили и получили шикарную прибыль и потом вы меня благодарите мне это тоже очень приятно также хочу поблагодарить всех самых близких мое окружение любимую моих родителей у меня маленькое окружение у меня нету там 10 друзей миллионеров нету ребята вообще нет да я знаком сейчас уже со многими миллионерами но окружение у меня очень маленькая очень маленькая больше всего времени я вот провожу со своей женой провожу с теми людьми которые вот моей команде я безумно благодарю свою команду очень многое они делают вы это не видите но они очень много делают огромное вам спасибо без вас бы я таких результатов не добился у меня маленькая команда но сплоченная команда вот и там только те люди которым близка моя философия там нету левых людей были левые но левой приходят и уходят они приходят им некомфортно некомфортно просто другие люди другие люди вот они приходят и уходят и остались только самые близкие вот и это те люди за которых я буду держаться и я очень благодарен этим будем очень очень благодарен еще хочу сказать что с каждым годом у меня меняется характер вот мои минусы хотите мои минусы я резкий вспыльчивый я не воспитанный я грубый у меня много минусов много минусов на самом деле я простой парень я был диким я вырос в провинции я много матерился вот и это все конечно же остается это все остается потому что это все было можно сказать в раннем возрасте в раннем возрасте вот а тогда просто мне казалось что это круто я хотел культивировать это себе представляете вот я хотел это культивировать это сейчас я уже взрослею осознаю и вот с каждым годом я становлюсь немного спокойнее немного спокойнее и уже не так реагирую резко там я очень резко мог реагировать когда там меня жестко там придавали я мог очень резко реагировать сейчас ну я понимаю что это во многом не вредит до моей психике вот зачем это да можно по-другому реагировать по другому реагировать можно спокойно спокойно реагировать можно жестко но спокойно я реагировал резко и жестко а можно жестко и спокойно можно так реагировать спокойно жестко что люди даже не поймут эту жесткость то есть она их не так можно сказать ранит можно другие подходы к этому искать блин я вот реально меняюсь в этом плане очень сильно изменился в этом плане вот и раньше может быть какие-то там вещи задевали меня очень сильно сейчас они вообще не задевают меня вообще не задевают я понимаю что ну на это тратить время ну тратить силы время энергию вообще не стоит вообще не стоит да может во многом это выглядит как унижение какое-то когда там тебя унизили как слабость какая-то вот именно в нашем обществе и именно в моменте но в долгую ты выигрываешь ребята в долгую ты выигрываешь ты можешь за пару секунд доломать дров и потом разбираться с этим год-два года а можешь просто так сказать проявить слабость но это не слабость это мудрость будет но может это выглядит как слабость но это будет мудрость и потом ты сэкономишь себе силы энергию потом у тебя будет все хорошо потому что ты по-другому вышел из этой ситуации это тяжело это тяжело да когда там например вот поделюсь с вами да когда там тебя унижают а ты не отвечаешь я думаю многим такое знакомо это тяжело вот внутри там например носить но если ты чист ты пуст тебя задевают они за что задеть вот за пустоту задеть нельзя вот у тебя пусто здесь ты сбросил себя все камни которые тебя держат ты все себя сбросил тебя пытаются задеть а не получается потому что ты пуст и чистот этого не пуст а чист можно сказать короче этому всему нужно учиться и никогда вы этому не научитесь с помощью книг это все только опыт и практика опыт и практика и вот никогда человек в раннем возрасте не достигнет той мудрости но если будет идти по правильному пути не достигнет как бы он не обучался он в раннем возрасте той мудрости не достигнет эта мудрость постигается с годами с годами с годами с годами ну что ребята буду прощаться как всегда желают денег любви счастья здоровья но это все не будет работать если не будете работать вы понимаете я вам могу многое на желаете но если у вас не будет мудрости ничего не будет как я говорил по сути финансовая грамотность денег вам не принесет это просто финансовая грамотность это просто знание деньги вам принесет финансовая мудрость постоянное применение основ финансовой грамотности мудрость это когда ты применяешь знания ты можешь много знать но ты не будешь пользоваться этими знаниями. Вот мои друзья многое знают, потому что они со мной общаются, но они не пользуются этим. Вот и все. Они знают так же много, как и я. Но у меня есть финансовая мудрость. Я применяю ее. Я каждый день применяю финансовую грамотность. И у меня появляется финансовая мудрость. Вот и все. Вот только так вы чего-то добьетесь. Постоянным применением, 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 применением. Можете прочесть тысячу книг о деньгах, но вы нихрена не разбогатеете, если не будете эти знания применять. Вот и все. Так что желаю я в новом году всем финансовой мудрости, любовной мудрости, здоровой мудрости, можно так сказать, здоровой мудрости, ну по здоровью, счастливой мудрости. Короче, вы меня поняли. Желаю всем мудрости. И вот тогда будут исполняться ваши мечты, и вот только тогда вы добьетесь успеха. Подписывайтесь, ребята, на мой канал. Кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Видео будут выходить регулярно. Подписывайтесь ко мне на финансовый канал, добавляйтесь в закрытый канал, третья ссылка в описании. Кому интересно инвестировать вместе со мной. Подписывайтесь на мою инсту, на канал по мотивации, на канал с новостями. Все, короче, ссылки в описании. Если понравилось видео, поставьте ему лайк. Пользуйтесь моими стикерами. Всех люблю, целую. Пока. Всех с Новым Годом.